Так, ну что, господа, вот такая вот штука получилась, вот такой разборный корпус В общем, выглядит вот так Посадил уже винтики, закрутил все это дело И вот так выглядит корпус Сейчас будем закручивать это дело и посмотреть, как выглядит Ну что, посмотрите, друзья, на результат, насколько он выглядит шикарно Даже несмотря на то, что с деталью были проблемы Просто все село так, как нужно Каждая дырочка, каждое отверстие прямо Даже провода, все просто было рассчитано Здесь, правда, здесь я пропустил провод, а планировалось вот здесь в дырку Но получилось, как видите, друзья, просто фантастически То есть, как будто сделано на заводе При этом, что оно вот с этой деталью, да, практически вровень сделано Так что выглядит это дело вот так Все мы прикрыли Остались тут, правда, небольшие отверстия Но это не критично для первой модели Вот такая красотища у нас получилась По пластику, конечно, не особо много ушло Но, конечно, вот с этой деталью и пришлось немножко помучиться, да Сначала по-простому я сделал без крышки Ну, именно не напечатал, а сделал 3D-модель И уже только потом сделал вот эти вот отверстия и крышку Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек Сегодня будем пилить вот эту фанеру для создания платформы нашего электротранспорта Будем вот такой штукой пилить полотно по металлу Потому что, к сожалению, все на даче осталось Но выбора нет До Нового года надо это дело заканчивать Вот так вот разметку сделал под размер И попытаемся вот этим полотном выпилить Небольшой лайфхак о том, как распилить ровно по полоске вот таким ножовочным полотном Во-первых, я пилю вот так И смотрите, короче, я держу вот так под углом И вот эту часть, если она у меня уходит вот так, да, пилит Я подгибаю сюда И, соответственно, получается вот такой ровный рез Так что небольшой лайфхак Так, друзья, вот таким образом я обезопасился от пыли Ну, хотя бы минимально Чтобы не вдыхать эту черту пыль В общем, пока немножко передышка Закончил прорезать самую длинную сторону Что и вам советую начинать Если что-то делаете, начинайте с большого к маленькому Потому что когда останется чуть-чуть, например, да То работа пойдет уже гораздо лучше И еще подкладывайте какой-нибудь резиновый коврик Чтобы было, ну, хоть чуть-чуть меньше шума Чтобы не оглохнуть А пыль, кстати говоря, получается вот такая Мелкодисперсная Так что лучше использовать всегда респиратор Или что-то типа того Ну что, не прошло и часа, друзья Очень тяжело было вырезать Но получился вот такой идеальный кусок фанеры В общем, вот так Все, готово ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА